Симеон, напоминаю, был монах, что не мешало им сочинять вещи, ну, на нынешний взгляд, наверное, легкомысленно. Ну, скажем, такая штучка. Это стихопорение в форме сердца. Пик, 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 пик. Если так, то пик, 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 пик. И действительно, Симеон любил такие развлечения. У него есть стихопорение в форме звезды, в форме травницы, в форме креста, в форме сердца. Давайте подумаем, как его начинать. Откуда он начинает? Отсюда, я хочу. Ни причин. Можно сначала, не знаю. А может середины? Может середины? И тогда надо попастирать. Попробуйте прочесть. Хотя бы немножко. Я понимаю, что перед нами церковь по славянски язык. Какие-то отдельные слова наверняка понятны. Какая-то отдельность? Отдевять. Какая-то отдельность? Отдевять. Я пишу сердце латино. Так, кругом смотрим. Кругом прочесть. От избытка сердца устагорит. Устагорит. Этого слова там нет. Но с самого начала. От избытка сердца. От устагорит. От устагорит. Давайте застыкну начнем с названия. Чтобы вы немножко привыкли. С чего? С названия. Избытка сердца. Там есть странные такие буквы. Омега. 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 И. Т. Вместе. То есть. От. Он. Очень удобно устроен в этом смысле. Старославянский язык. Правда? От. Избытка. Избытка. Врачи? Да. Сердца. Сердца. Перед нами 17 век. Это уже скорость. Ее читать трудно. Дальше. Совсем сложное слово. Уста. Сердечка. А что означает сердечко? Уста. А что такое глаголит? Глаголит. 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 Это цитата из слова, конечно. Но даже если не знаешь, что это цитата, можно сообразить, что говорим мы от избытка сердца. Это как? От избытка чувств. От избытка чувств. Так. Чувства выражают наши слова. Еще. Эмоции. Чувства и эмоции примерно одно и то же. Согласись. Эмоции это выражение чувств. Я хмурюсь, значит я мрачен. Так. Еще. От избытка сердца уста. То есть сердце переполнено, да, как будто и хочет высказаться. Именно так. Теперь еще одна подсказка. Начинать надо, конечно, сцену травм. И дальше идти себе, идти по спирали и думать, где закончатся границы стекла. Почему это закончатся буквы? Первая. Фа. Первая. Фа. Да нет, что? Она очень черная. Фа. 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 Первое слово. Фа. Первое слово. Вся. 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 Фа. Фа. Второе. Годы. Фа. Почти. Годы. Это же буквы. Годы. Годы. Это же буквы. Это же буквы, это же самое. Это где? Ну я... Ну я... Ну, имейте в виду, что вот, может быть вот так, а может и вот так. Хорошо. Давайте так, я не прошу, конечно, чтобы вы все перевели. И чтобы вы все прочли. Я прошу, чтобы вы потихонечку поняли. Чему или кому посвящено стихотворение. Это просто. Заметьте, девушка здесь ни при чем. Любовного сюжета здесь нет вообще. Несмотря на то, что у нас сердце. Сердце может быть посвящено необязательно девушке. Так, вот уже ближе. Ну, по Батистину. Найдите имена какие. Олег. Так, нашли. Марию. Марию нашли ядом. Где? Олег. Еще. Алексий. Да? Алексий. Да, Алексий. Он там пишет вот так. Ну, Алексей, Гуглокси, Греческий, помнится? Семеод нашли. Феодор, конечно. Феодор, конечно. Феодор, то есть Феодор, конечно. Это сыновья царя Алексея Павловича. Заметьте, Петра еще нет, Петр поздний сын будет. Это все его сыновья в числе. Ну, давайте откроем следы. Медленно читаю текст. Попробуйте что-то обознаться. Вся верный Господь сердце испытует. Един он тайны моя и следует. Вся исполняй и мне проходит. Весь помысл прежде нежелися проудит. Есть окна людям до тайны моея, аще уст дверьми не изъявлю ея. И бессмертные духи меня не знают, аще о Господстве нечто познавают. Совершенно же тайны моя знати. Не изволи Богу, каку-либо дати. Тем же Ассам о Тебе извещаю. О, Алексие. Еже уважаю. И Иисус моя жизнь. Христу долженствую. Елибо в себе, а благоемствую. Целого сердца Бог себе желает. Общника весьма в нем не дозволяет. Разве кто в живе, в Бозе во дворисе. С Богом в боль прийди, в огнестися. Божие все есть ночью. О, Боже, как в любеше устишь мое ложе. Вем, Алексия. Солнце Руси всея. Любимца бытии утробы Твоея. Яко по Тебе выну поборяет. Жизнь си на службу свою посвящая. Тем здравствуй ему цело усердствую. И ко Тебе, Боже, о нем молебствую. Дашь тем летом много, царствователь. Вся с апостатой славно побеждатель. Спаси царицу пресветлу Марию. Дашь много лета Владу Алексию. Дашь Феролору. Дашь Симеону. И Ранну дашь сборного Симеону. Соблюди, здравый череп, Сестры царские. Весь пресветлый сенит государский. Укрепи, Боже, всю его державу. Умножи веру и расшири славу. Дашь ему чада, чад си, увенчати. И в небе с ним венцы восприятий. Да возопеет, Боже, славу Тебе. С чады своими. Я везде, так и в небе верю. Это стихи? Да. Я понимаю. Да. Это нормальная селлабика. Верю в вас. Верю. Верю, да. Верю. Можете посчитать. Можете посчитать, где кончается граница строчки. Это будет нормальный наш с вами. Тот же самый тринадцатый сложник, к которому мы привыкли. Это самый торжественный размер селлабики. И представьте себе, что эти стихи читались, как я вам сейчас прочел. А более широповещательно и еще более медленно. И еще более медленно. Странное ударение мы сейчас увидели. Когда рифмуется тебе и небе... Что это значит? Сейчас это рифма «тебе небе» Нет, конечно, сейчас это явный рифма. Почему Симеон так ирифмуется? Потому что ударение было по готовности в другом месте. Я уже с этим был бы нигде ударение в стихах. Удаление было по форме в другом месте. Нет, ударение, конечно, тебе было, это понятно. Я вас уверен, когда Семен говорил по-русски, он говорил, конечно, тебе. Нет, тебе. А, польский. Да, ударение. Потому что он всегда... Тебе. А получается вот так. Как бы в угоду польскому, что ли, или в угоду силамике Семену может ритмовать так. Есть еще одна очень странная ритма. Может быть, вы ее увидели. Это ритма Алексей, Алексию, Сей, Алексию, ВСЕЮ. Что это значит? Откуда такая ритма? Давайте узнаем. Вот АлексиЮ ритмуется почему-то и ЯТЬ. Мы знаем, что ЯТЬ все-таки в нашем с вами языке превратилась во что? В Е. В Е. То есть сейчас это, конечно, не ритма, да? Алексию, ВСЕЮ. Правда? Ну или уж тогда Алексею, ВСЕЮ. Тем не менее, для Симеона вот это звучит скорее вот так. Конечно, это свидетельствует о его происхождении в польском опять-таки, в белорусском скорее. Если вы всмотритесь в современном украинском, нет, конечно, вот такой буквы. Но очень часто есть вот такая буквы. Правда? И она очень часто пишется на месте нашего ЯТЯ. Да? Правда? Встречали такие словечки? Да. Как будет хлеб по-украински? Хлеб. Конечно. Вот так. По-русски? Хлеб. Хлеб, конечно. Значит, это для вас подсказка, где когда-то был ЯТЯ. Это может пригодиться. Значит, по-древнерусски было вот так. Хлеб. По-украински это было И. По-русски это было Э. Да? Что было? Что было вот там? Ну, какой-то странный звук, наверное, между И и Е. Мы точно не знаем в антитофонных записей откуда ни осталось.